Время новостей История, пропитанная горем. На центральной площади Симферополя зажили сотни свеч в память о жертвах депортации. Мне нужно научиться заключать договора, различные виды сделки. Поток населения идет большой, получается. В тираделе у нас семь человек, но от двух-трех человек на штат, конечно, мы бы не отказались. Учение свет, а не учение большей очереди. Госкомрегистр Крыма готовит дополнительных сотрудников в региональные отделения. Начал войну на Щ-207, Касатка. В 43-м была информация о том, что Касатка встала на ремонт, и несколько человек с этой лодки перевели на Щ-216. Вернуть имена героям. Поисковики нашли родственников экипажа советской подлодки, затонувшую мыс от Арханкут. Зажги огонек в своем сердце. Ежегодная акция «Реквием» под таким названием собрала в крымской столице сотни людей. В знак солидарности и почтить память жертв депортации пришли представители исполнительной и законодательной власти, старики и молодежь. В память о депортированных на площади имени Ленина зажгли свечи. У Февзии Кубедзинова мать и ее восемь родственников в 44-м году депортировали в Узбекистан. В пути умер один из них. По словам членов семьи, это была самая страшная и пропитанная горем дорога в их жизни. Человеческий, как говорится, фактор. Очень тяжело. Мама так просто никогда не могла рассказывать. Всегда на глазах слезы были. И когда вернулись в Крым, очень много рассказывал, конечно. Ну, страшно. Вообще, не дай бог, так больше разница не повторилась. Акция «Реквием» собрала несколько сотен людей разных поколений. Старики и совсем маленькие дети пришли, чтобы вместе почтить память своего народа. Для Анифя Смамутовой, как и для многих других, депортация – часть семейной трагедии. Хотела сдержать эмоции, но не смогла. Прихожу я почтить память моих родных, своего отца, мамы. Они были депортированы. Ну, вот в память о них всех. Мы вспоминаем каждый год людей, которые депортировали из Крыма. В честь их памяти мы собираемся и зажигаем свечи каждый год. Как дань памяти, на площади загорелись сотни свечей в виде очертаний карты России. Каждая зажженная свеча говорит о том, что память о жертвах депортации не угасла и горит в сердцах крымчан подобно огню. В подтверждении этого на площади Ленина можно увидеть сотни людей, которые скорбят о трагедии послевоенного периода. В знак солидарности с представителями депортированных народов на площадь пришли и руководители Крыма. Всех ее участников. Конечно, наша задача сделать так, чтобы подобные трагедии вообще никогда больше не повторялись. Уверен, что Российская Федерация как раз сможет обеспечить защиту своих граждан любой национальности. А мы, крымчане, все сделаем для того, чтобы здесь мы жили мирно. Люди всех конфессий, расповеданий, уважали, почитали друг друга, помогали друг другу в сложных ситуациях. Уверен, что этого мы добьемся. Крым только и выстоял благодаря тому, что люди всех национальностей выбрали правильное решение – возвратиться на историческую родину. В такие моменты не имеет значения – чиновник ты или простой гражданин. Об этом говорил глава парламента республики Владимир Константинов. Соболезнование и признание страшной трагедии прошлого – еще одно доказательство единого Крыма без национальных различий. Соболезнование той великой трагедии, которая произошла в то время, великому преступлению, которое было совершено, совершенно безумное преступление, которому нет оправдания. И указ президента четко расставил все точки над «и» в этом вопросе. А наша гражданская обязанность каждого человека – всегда об этом помнить, всегда соболезновать народам, которые были незаконно депортированы. Долгие годы крымских татар и их тогдашние псевдолидеры всячески старались втянуть в межнациональную вражду. Это мероприятие – лишний пример того, что сейчас наш полуостров един и неделим для всех народностей. И горе, и в радости крымчане всегда вместе. Наша задача и на государственном уровне, и на уровне общества – совместными действиями не допустить, чтобы те страницы в истории, которые являются трагическими, повторились когда-либо. То есть все наши поступки, инициативы в будущем должны быть только совместными и направлены, нацелены на общие достижения, общее будущее. Каждый, кто пожелает зажечь, как говорится, огонек в своем сердце, это как раз таки будет проявление вот того совучастия. Это очень сближает людей. Дмитрий Попов, Екатерина Наумова, Александр Смычек. Время новостей. Чтобы помнили, памятник крымским татарам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, открыли в поселке Зуя Белогорского района. Всего на мемориале увековечено 25 имен. Среди них герой Советского Союза Амитхан Султан, Абдуль Тейфюк и другие представители крымско-татарского народа, отличившиеся на полях сражений. Деньги на памятник собрали за три недели, а торжественное открытие приурочили к 70-й годовщине Великой Победы и 71-й годовщине депортации. Настоящего траура в скорбный день 18 мая в Крыму уже не было давно. В основном при Украине эту дату всегда превращали в политическое мероприятие. Однако подход изменился и вместо многотысячных демонстраций в память о жертвах страшных событий 44-го года в Симферополе прошла акция, формат которой больше соответствует в траурной дате – Вечер Реквием. Существует интересная история об одном нищем. Еще в младенчестве он потерял зрение и не мог самостоятельно зарабатывать на хлеб. Он просил милостыню с табличкой в руках, на ней было написано «Помогите, пожалуйста, я слепой». Но ему никто не подавал. Все изменилось, когда одна женщина всего лишь переписала слова. Новая фраза была такой «Сегодня отличный день, но я его не вижу». То же самое происходит и со значимыми для людей датами. Стоит всего лишь поменять внешнюю оболочку, и траурный день из политических разборок превращается в настоящий момент искренней скорби. Теперь 18 мая действительно стала днем памяти жертв. Но еще год назад определенные лица превращали эту трагическую дату в площадку для громких политических заявлений и даже шантажа власти. В новом российском Крыму татары сознательно отказались от массовых акций. Вместо этого репатрианты организовали Вечер Реквием. Только одна смена формата траурных мероприятий сразу наполнила их другим, духовным смыслом. На первое место вышла культурная составляющая. «Сегодня хрымско-татарский народ живет и созидает в единой семье народов России. Верю, что мир и согласие на нашей земле, укрепление государственности и просветание Крыма станут лучшей памятью о тех, кто испытал всю тяжесть и боль изгнания». А теперь подробнее о самом мероприятии. Оно прошло в Государственном Академическом Музыкальном Театре Республики. У входа в зрительный зал для посетителей организовали выставку работ крымско-татарских мастеров. Все картины и книги посвящены страшным событиям 44-го года. После посещения выставки глава республики направился в зал, где и произнес вступительную речь. В травмных мероприятиях, которые прошли в эти дни, приняли участие тысячи людей. Это не только представители депортированных народов, это крымчане всех национальностей. В большой семье не бывает чужой боли. Мы едины и в радости, и в скорби. Но уже после официальной части начался памятный концерт. Его снова и стали песни депортированных народов. В каждом слове и в каждой строчке печаль и боль утраты родных и близких. Крым помнит о трагедии. Александр Губарев, Олег Черемисин. Время новостей. Дань памяти жертвам депортации на вершине Четердага. Более 4 тысяч человек приняли участие в шестом по счету восхождении на Крымскую вершину в канун Траруного дня. Организаторами массовой акции стали Духовное управление мусульман Крыма, общественные и молодежные крымско-татарские организации. В восхождении, кроме молодежи, приняли участие дети и старики, а также одна беременная женщина. Завершилось мероприятие традиционной молитвой в памяти погибших во время депортации 18 мая 1944 года. Сотрудники Черноморского центра подводных исследований нашли большую часть родственников экипажа затонувшей под лодки «Щука-216», которую обнаружили у мыса Тарханкут. В ней погибло почти полсотни героев. Благодаря исследованиям подводников были установлены их имена. Реставрированные пушки затонувшего судна будут установлены в качестве памятников погибшим воинам в Феодосии. Алексей Саунин приехал в Крым из Московской области, чтобы почтить память двоюродного дедушки, героя Второй мировой. Тот погиб, будучи старшим краснофлонцем в 20 лет в морском бою. Подводную лодку «Щуку», в которой он находился, потопили в 20 километрах от мыса Тарханкут в 44-м. Он начал войну на «Щ-207», «Косатка». В 43-м была информация о том, что «Косатка» встала на ремонт, и несколько человек с этой лодки перевели на «Щ-216». То, что он был награжден в 42-м году, медаль за отвагу. Лодку крымские следователи обнаружили в 2013 году. Историками было установлено, советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка выполнила 15 боевых походов, в которых провела более 300 суток, совершила 5 торпедных атак, в которых одно судно потопило и еще одно повредило. Из чуть более чем 40 подводных лодок, которые принимали участие на Черноморском театре военных действий, 26 погибло. 16 до сих пор не найдено. И каждая находка подводной лодки – это большая сенсация. Судно для всех погибших в бою членов экипажа стало братской могилой. Сейчас подводная лодка лежит на 50-метровой глубине. Вход в нее забетонировали. Попытка туда проникнуть карается законом. «Вход ее забетонировали, чтобы не было доступа, чтобы ее не разграбили. В подводной лодке документация, члены экипажа, личные вещи и так далее». На сушу были подняты две пушки, часть боевой рубки и множество небольших фрагментов судна. Остальную часть оставили покоиться на дне моря. «Пробоина в районе первого-вторых отсеков, в том месте, где находятся торпедные аппараты. И была угроза того, что они просто могут сдетонировать. Поэтому в последующие водолазные спуски показали невозможность ее подъема в связи с безопасностью». Это 45-миллиметровая пушка с затонувшей лодки «Щука-216». На реставрацию ушло почти два года. Ее установят в качестве памятника жертвам-героям затонувшего судна. Место поможет определить социологический опрос. Для того, чтобы и вторая пушка была реставрирована, городские власти пообещали оказать максимальное содействие. «Если будет необходимо ходатайство от руководства города, однозначно мы будем с депутатским корпусом ходатайствовать на имя председателя Государственного совета Константинова Владимира Андреевича и главы республики Крым Аксенова Сергея Валерьевича, с тем, чтобы все-таки изыскали возможность и выделили те средства, которые необходимы». Поднятая на сушу часть боевой рубки, судно станет вторым подводным экспонатом Первого морского музея в Большом Атлише. На дно ее пустят в течение года. Дмитрий Попов, Игорь Романенко, Время новостей, Феодосия. Работа даже по выходным. Как газифицируют восточную часть Сакского района, проверили депутаты Госсовета Крыма. Это самый большой проект, финансируемый за счет федеральных денег. Успевают ли рабочие в срок и в какие села придет долгожданное голубое топливо. Об этом в репортаже с места событий. Еще в дороге они смотрят, как идут работы. Приехав на место, депутаты Госсовета Крыма Наталья Яицкая и Валерий Гриневич общаются с рабочими и наблюдают за тем, как продвигается укладка газопровода. Масштабы налицо. Газ придет в восточную часть Сакского района. «Началась она с села Долинка. Прошла уже трудовое. Мы находимся на территории Краинского муниципального образования. Люди, наши избиратели и жители прилегающих сел будут обеспечены голубым топливом. То, чего не было долгие 23 года. Многие обещали, но завершено это не было и даже не начинали». Это один из самых больших проектов, который реализуется за счет федерального центра. «Люди, которые страдали, не знали, где достать уголь, дрова, сейчас будут жить беззаботно. Они радуются. Стройка идет, мы ее видим. Трубопровод укладывается». «И, наконец-то, благодаря нашему правительству российскому, благодаря нашим депутатам Госсовета, которые на сегодняшний день выполняют все программы, которые обещались перед избирателями». «Люди очень довольны, что к нам ведут газ. Мы очень долго ждали этого момента и, наконец, дождались». Рабочие трудятся с большим энтузиазмом. В сроки укладываются и даже могут закончить еще раньше. «У нас вполне людей хватает техники современной, российской. Четыре сварочные бригады сейчас работают. Планируется еще две подключить». Девять сел Сакского района уже этой зимой будут обогреты. Так что никакие холода и морозы им теперь не страшны. Юлия Терехина, Татьяна Серова. Время новостей. Сакский район. «Учиться никогда не поздно. 37 человек начали готовить для работы в Крымском госком регистре. Три недели обучения, и все они смогут осуществлять сделки с недвижимостью». За парту сел руководитель комитета Александр Спиридонов. «Зачем?» знает наш корреспондент Екатерина Зуева. Думать, что ты все знаешь – самый тупиковый путь. Следуя этому принципу жизни, председатель госком регистра Александр Спиридонов занял место за партой, как все. Сегодня он рядовой слушатель курса. Преподают тут не литературу и не математику, а такую науку, как государственная регистрация. Глава комитета тоже решил освоить эту профессию, чтобы не только руководить, но знать все тонкости, а еще подводные камни в этом деле. «Ту моральную ответственность, которую несут будущие регистраторы, тоже необходимо учитывать и оценивать, поскольку коллеги правильно заметили, объем работы у нас кратно велик на единицу времени. Проделать его могут только максимально компетентные специалисты. И считаю для себя просто обязательным условием быть в общем строю». Тут 39 человек. Увеличение штата необходимо для нормальной работы госком регистра. И это понимают все, как в руководстве, так и те, кто приходят туда. Черноморский район – всего один госрегистратор. Такая же ситуация и в Нижнегорском районе. Оттуда направлены на учебу по три человека. «Критерии – это высшее образование и три и более лет стажа работы по специальности. То есть все присутствующие – это профессионально практикующие юристы, которые в ближайшей перспективе после сдачи экзаменов готовы нести уголовную ответственность за недостоверное несение сведений ВИК РП». Готова нести уголовную ответственность и Валентина Кирлица, руководитель Красногвардейского отдела госком регистра. Она сегодня среди учащихся. Серьезно и внимательно. Профессия обязывает. «Мне нужно научиться заключать договора, различные виды сделки. Поток населения идет большой. Получается, в тираделе у нас семь человек. Но от двух-трех человек на штат, конечно, мы бы не отказались». Им будут рассказывать о земельном, семейном и административном праве, о новых правилах ведения Единого государственного реестра прав – 70% практики. Доцент Российской правовой академии Министерства юстиции Алексей Ефимов в прошлом году готовил первых крымских госрегистраторов. Гордиться есть чем. Все успешно сдали экзамены и по сей день трудятся в комитете. Уверен сейчас и в этих молодых людях. «Мы видим, что у них огромное желание эти новые знания освоить и применить на практике. Мы уверены, что век сейчас идет за профессионалами, а регистраторы – это одна из самых достойных профессий юриста». Три недели курса, а потом экзамены. Проверять и оценивать знания приедет заместитель руководителя Росреестра Галина Елизарова. Александр Спиридонов тоже будет тянуть билеты. Скидок тут ни для кого не делают. Председатель Крымского госкомрегистра уверен – лицом в грязь его группа в самый ответственный момент не ударит. Екатерина Зоева, Игорь Романенков. Время новостей. Масштабы растут. Пенсионный фонд вручил 15-тысячный сертификат на материнский капитал в Республике Крым. С января этого года принято более 42 тысяч заявлений о выдаче подобных документов. Также со 2 мая семьи могут воспользоваться еще одним подарком от государства. Подробности у Анастасии Соленик. Уже 15-тысячный. Глава пенсионного фонда Республики Крым Людмила Кудрявцева не без радости говорит, еще, кажется, совсем недавно глава Республики вручал первый сертификат на получение материнского капитала, а спустя несколько месяцев цифра возросла. Людей необходимо постоянно информировать, ведь государству есть чем порадовать граждан. Принят закон, который позволяет уже нам принимать заявление на выдачу распоряжения на получение семьей 20 тысяч рублей. Данное направление средств, которые будут зачислены на счета семьи, которая имеет на это право, не контролируется пенсионным фондом. Такая поддержка от государства доступна каждой семье, в которой после 1 января 2007 года был урожден или усыновлен второй ребенок. Для семьи Янтагировых это настоящее событие. Мама Наталья говорит, что очень счастлива, ведь в семье трое детей. Неожиданно очень было для нас, что мы оказались именно 15-тысячными юбилейными в Крыму. Очень неожиданно и радостно, и волнительно, конечно. Наша семья просто в восторге от этого, потому что в этом году мы собираемся построить дом, как раз начать строительство дома. И эта помощь от государства просто подарок неоценимый. По официальным данным, право на получение материнского капитала имеют более 80 тысяч крымских семей. С января этого года пенсионным фондам республики уже принято около 42,5 тысяч заявок. Анастасия Солень, Денис Тищенко, Время новостей. Редкие бенгальские кошки, курильские буфтейлы, популярные мейн-куны и британцы. Более 200 кошек было представлено на выставке в Симферополе. Подробности знает Татьяна Шаманаева. Клеопатра еще маленькая, но уже с характером. Что неудивительно, в бенгальских кошках течет кровь диких котов из Индии. Эти кошки появились в результате экспериментов американского фелинолога Джин Мил и отличаются характером от обычных домашних. Доброжелательная, общительная, не аллергическая. Шерсть с нее нет, не выпадает. Тихо, не рычи, не рычи. Вот, и не знаю, да, необычно. На этой выставке, на удивление любителей кошек, было много курильских бобтейлов. Знаменитых котов с хвостом-помпоном с острова Кунашир и Туруп. Это животное для людей спортивного склада. Ума, скажем так. Люди, которые подвижные, которые любят спорт, активный отдых. Это животное можно на поводочек, спокойненько с собой, как собачку, в лес, на природу. Они подаются дрессировке, они нежноласковые. У меня дома ребенок маленький. И они вот как няньки. Конечно, все на выставке мечтают стать чемпионами, вот как Симба. Этот мейн-кун из Севастополя поражает не только своей величиной. Он почти метр двадцать с хвостом, но и царственным характером. Симба необыкновенно умный и ласковый. Это еще не человек, но уже не кот. Это просто член семьи. Замечательный характер, спокойный, ненавязчивый. Ни у кого ни одной царапины нет. Выставка удивила не только разнообразием пород, но и количеством участников. Их было более двухсот. Участники собрались со всего Крыма, поддержали нашу выставку, несмотря на все трудности сегодняшнего момента жизненного. Столичная выставка еще раз показала, наши филинологи достигли больших результатов в разведении породистых кошек и могут представлять Крым на любой международной выставке. Татьяна Шиванаева, Александр Смычек. Время новостей. Крымские боксеры смогут зарабатывать деньги за счет успешных боев. На полуострове создана Федерация профессионального бокса. Ее первая конференция прошла в Ялте. На мероприятие приехали руководители Федерации, промоутерских компаний соседних областей, а также местные спортсмены и тренеры. Подробности далее. Создание новой Федерации – это, по сути, приход российского профессионального бокса в Крым. Теперь спортсменам-любителям есть к чему стремиться. Для того, чтобы получить статус профессионала, нужно пройти отбор. А организовать его – первоочередная задача Федерации. Решать путем отбора. Путем отбора, путем проведения спарринг-турниров на территории Крыма, может быть, даже на других территориях. И выявлять лучших из лучших. Самая большая сила, конечно, в Крыму – это те мальчишки, которые идут в секции бокса, которых мы отрываем от бесцельного шатания по улицам, хулиганства и прочее. Мы их подтягиваем в спорт, даем здоровье. Руководить новой организацией будет уже известный крымчанам спортсмен и шоумен Богдан Хмельницкий. Опыт подобной работы у него уже есть, как в федерациях, так и в промоутерских компаниях. Теперь он собирается совместить приятное с полезным. Из боксеров, для которых пришло время перейти в профессиональный бокс из любительского, мы должны этот процесс саморганизовать. Выдать им лицензии, проверить их медицинские свидетельства, томограммы и все остальное. Помочь им в продвижении на крупные российские и международные, в том числе, турниры. То есть обычно организационная работа вот такого плана. И все это лицензировано, самое главное, все это официально, и всех этих парней внести в мировой бокс-рек. Для популяризации бокса на полуострове у новоиспеченного главы федерации уже есть идея. Опыт проведения телепроектов показал, что такой продукт в Крыму востребован. Теперь собираются вплотную заняться основной задачей – лицензированием бойцов. Боксеры, мастера спорта по боксу, настоящие в одной весовой категории. И друг с другом будут они в течение всего проекта сражаться, пока не останется только один, который получит поезд чемпиона Крыма, или первый лицензированный поезд чемпиона Крыма и контракт с промоутерской организацией. В дальнейшем федерация планирует проводить несколько крупных турниров в год. Они будут проходить на разных площадках, в основном в курортный сезон. Виталий Попача, Анатолий Скорик, Время новостей, Ялта. И пока это все новости к данному часу, но мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова